Уважаемые члены ученого совета, присутствующие, 23 члена ученого совета утверждены приказом представителей ВАГ. В нашем центре присутствуют 16 членов ученого совета. Количественные форумы обеспечены. По специальности кардиология 14.01.05 присутствует 5 членов совета. Качественный форум также обеспечен. И совет правомощен начать свою работу. Заседание объявляется открытым. На повестке защиты диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Нет. Кандидата медицинских наук. Пока еще рано. Токмакова Ксения Александровна. Экстракардиальная патология как фактор, определяющий прогноз хирургической коррекции при врожденной пороке сердца детей раннего возраста. Доклад Динара Шавкатовна о представленных документах. Токмакова Ксения Александровна, 83-го года рождения, окончила Волгоградское государственное медицинское университет по специальности педиатрии, проходила далее обучение в клинической координатуре и аспирантуре по специальности кардиологии на базе отделения хирургического лечения врожденного порока сердца детей раннего возраста. Там же и выполнена работа научно-руководителей доктора медицинских наук Зеленикин и доктора медицинских наук Швитунова. Опроверген 16 января под председательством профессора Маликова. Официально-председентами выступили Путята и Рогова. 9 статей центральной печати, всего 16 работ. Ксения Александровна, отлично, характеризуется как пациент, добросовестный врач, все представленные документы в полном соответствии с положением вак. Спасибо. Ксения Александровна, вам представляется 20 минут для изложения основных положений вашей диссертации. Большое спасибо. Глубоко уважаемый Эмиран Шатавич, член диссертационного совета, коллеги. На результаты хирургического лечения врожденных пороков сердца влияют такие факторы, как объем и травматичность выполняемой хирургической коррекции, время перфузии, время ишемии миокарда, а также исходный статус пациента, включая компенсацию экстракардиальной либо сопутствующей патологии. К сожалению, при качественном и своевременном лечении врожденного порока сердца в дальнейшем прогноз для жизнедеятельности пациента может быть обусловлен именно интеркурентным заболеванием. На сегодняшний день в нашей стране существуют две ведущие проблемы лечения данной категории пациентов, а именно, это длительный докоспитальный период ввиду лечения экстракардиального заболевания. Нужно отметить, что порой это является и поводом отказа от хирургической коррекции. И второй момент – это неполноценная диагностика экстракардиального заболевания, которая находится за маской недостаточности кровообращения при врожденном пороке сердца и не позволяет профилактировать ряд наиболее часто встречаемых послеоперационных исследований. Под термином экстракардиальная патология мы понимаем стойкую дисфункцию органов и систем, имеющие как клиническое, так и или лабораторное инструментарное проявление, выявляющиеся при наличии верифицированной органической патологии сердца и влияющие на прогнозы и течения их хирургической коррекции. Более 100 стартовых систем стратификации хирургического риска известны на сегодняшний день в мире и в нашей стране, но даже наиболее приближенные к детской кардиохирургической практике, а я имею в виду систему Аристотельскор, предложенную Лакуром ГАЕ в 1999 году, не позволяет полностью принять решение о степени компенсации интеркурентных заболеваний, а также выполнить оценку системного гомеостаза. Учитывая этот факт, целью нашей работы стало определение роли экстракардиальной патологии у пациентов ранних лет с врожденными пороками сердца как фактора, обуслаивающего прогноз хирургического лечения. Для достижения данной цели был поставлен ряд задач. Это проведение анализа исходного состояния пациентов раннего возраста с врожденным пороками сердца в сочетании с экстракардиальной патологией органов и систем, изучение непосредственных результатов лечения врожденного порока сердца у данной категории пациентов, на основании полученных результатов определения клинических и лабораторно-диагностических предикторов развития риска ранних осложнений у пациентов данной возрастной группы, и также на основании полученных результатов создания алгоритма кардиологической тактики предоперационной подготовки пациентов с наличием экстракардиального субстрата. В работе представлен анализ предоперационного обследования и лечения 240 пациентов. Дизайн исследования представлен по типу «Случай-контроль». В основную группу включены 120 человек, куда входили пациенты с патологией центральной нервной системы, проблемами органов дыхания, с патологией мочеводелительной системы, латентными формами унутриотробного инфицирования, а также генетической патологии. Контрольная группа была представлена 120 пациентами, была сформирована пациентами, отобранными последовательно в течение одного календарного года и не имеющих сопутствующих заболеваний при любой из форм ВПС. По структуре времени и условия выполнения хирургического лечения данной группы не были различны. Также одинаковую оценку нам показывала и система стратификации риска, используемая в нашем центре. Демографические характеристики для пациентов основной контрольной группы также были идентичны. Средний возраст составлял порядка 22-23 месяцев. Антропометрические параметры были различны, учитывая воздействие как раз экстракардиального фактора. В патологию центральной нервной системы вошли 53 пациента. Сюда мы относили детей с патологией ликвардинамики вне зависимости от органического субстрата заболевания. А именно сюда вошли дети с перинатальным ишемическим гипоксическим поражением в анамнезе, различными эмальформациями головного мозга и посттравматическими нарушениями. Нужно отметить, что в 15 пациентах данной группы было применено проведение тропной терапии в предоперационном периоде. Группа пациентов с патологией органов дыхания критерием отбора сюда явился единый патогенетический механизм, а именно повышенная склонность к развитию бронхоабструктивного синдрома за счет диспластических изменений. Это были пациенты с частыми эпизодами бронхоабструктивного синдрома, а также пациенты с анамнистическим указанием на проведение пролонгированной искусственной вентиляции легких в постнатальном периоде. Мочевыделительная система и ее патология представлены пациентами с врожденным односторонним или двухсторонним гидронефрозом второй или третьей степени, удвоением чашечно-лоханочной системы, а также частыми эпизодами пиелонефрита в течение одного календарного года без сонографических признаков структурных мальформаций. Следует отметить, что критерием включения в данную подгруппу являлось отсутствие фильтрационно-выделительной дисфункции, которую мы оценивали исходно для всех пациентов по методу Шварца. Функция почек была компенсирована во всех случаях наблюдения. К категории пациентов с латентными формами внутриутробного инфицирования были отнесены пациенты, имеющие положительный титр моноглобулина в джиг-возбудителю. При этом во всех случаях титр воспаления у острой фазы был отрицательный, так же, как и неспецифические маркеры воспаления. Ну и самая последняя категория пациентов – это пациенты с генетическими заболеваниями. Мы считали эту патологию полисистемной. Сюда входили пациенты с болезнью Дауна, синдромом Мульриха-Нунан, вактор ассоциации, синдром Шельшевского-Тернера, смита левиопица, а также все пациенты, у которых индекс стигмации превышал 3 и был рассчитан по номограммам Львона Ганессовича-Бодоляна. Дополнительно все эти пациенты были оценены по шкале КАТ-КЛАМС и имели стойкую полисистемную патологию. Конечными точками оценки результатов нашей работы явились следующие. Это дозировки кардиотонической поддержки, выражаемые в показателе монотропик скор, как проявление степени сердечной недостаточности, длительность проводимой искусственной вентиляции легких, продолжительность стационарного лечения, а также интенсивной терапии, ну и, естественно, госпитальная летальность. В результате работы мы выявили, что среди общей популяции пациентов раннего детского возраста с ВПС частота экстракардиальной патологии составила 14,8%. В наблюдаемых группах достоверно получено различия в проявлениях сердечной недостаточности раннего-послеоперационного периода, в длительности проводимой искусственной вентиляции легких. Пациенты с наличием экстракардиального субстрата также нуждались в большем периоде интенсивной терапии, что сопровождалось более длительной реконолисценцией этой категории больных, и также длительностью стационарного лечения. Летальность данной категории пациентов также была различна. У пациентов с комбинированием ВПС экстракардиальной патологии она составила 7,5%. Здесь стоит отметить, что все эти пациенты имели комбинированные формы ВПС, а варианты гемодинамической коррекции сопровождались коррекцией высокого риска. У пациентов с изолированным ВПС летальности мы не наблюдали. Отдельной категорией нашей оценки являлось выявление типоспецифических осложнений, а именно для пациентов с генетической патологией мы наблюдали в большей степени проявление сердечной недостаточности патологии центральной нервной системы. Для пациентов с исходной патологией ликвардинамики мы в достаточно большей степени наблюдали декомпенсацию гидроцефально-гипертонического синдрома. Пациенты с патологией мочевыделительной системы имели непосредственно развитие острой почечной недостаточности в первые трое суток после операционного периода. Для детей с патологией органов дыхания очень частыми стали эпизоды развития бронхообструктивного синдрома, а также развитие внутрибольничной пневмонии. В группе контроля более чем 70% случаев осложнений мы не наблюдали, все остальные неспецифические осложнения были распределены достаточно равномерно. Мы посчитали необходимым оценить результаты лечения для пациентов с монокомпонентными врожденными пороками сердца с целью исключения влияния сердечной недостаточности на результаты этого лечения. Для этого были сформированы две группы с монокомпонентными ВПС. Критерием отбора явились отсутствие недостаточности кровообращения и отсутствие легочной гипертензии для дефектов межжелудочковой перегородки. Условия выполнения хирургического лечения были сопоставимы. В раннем послеоперационном периоде мы не наблюдали достоверного различия между проявлением сердечной недостаточности, объемом трансудации и продолжительной искусственной вентиляции легких. Однако, учитывая длительную компенсацию интеркурентного заболевания, данная категория пациентов с наличием экстракрадиального субстрата имела больше продолжительность стационарного лечения и имела тенденцию к увеличению продолжительности интенсивной терапии. Второй частью дизайна нашего исследования являлось определение диагностических значимых предикторов хирургического риска. С этой целью все пациенты как основной, так и контрольной группы были представлены как единая когорта размером 240 пациентов. В качестве фактора риска оценивалась низкая оценка по шкале АБГАР, искусственная вентиляция легких в анамнезе, артериальная гипоксимия хроническая для пациентов с комбинированными формами ВПС, гипостатура более второй степени, высокий индекс сигмации перситирующей формы ВУИ, а также нарушение ликвардинамики и эндокринного статуса пациентов. Был применен метод бинарно-статистической регрессии, который показал достаточно тесную корреляционную взаимосвязь между типичными осложнениями послеоперационного периода и антропометрическими параметрами пациентов, нарушениями ликвардинамики, гормональным статусом и другими параметрами. Учитывая, что патология центральной нервной системы занимает все-таки ведущее место для пациентов ранних лет и зачастую именно в этом возрасте происходит ее манифест, мы отнеслись к этой группе с более прицельным вниманием и дополнительно изучили следующие параметры. Для всех пациентов была проведена нейросонография по стандартному протоколу, определялся внутренний диаметр черепа, размеры передних рогов, боковых желудочков, третьего желудочка, был рассчитан индекс Эдвардса. Для пациентов группы контроля пациентов с патологией центральной нервной системы все эти параметры были достоверно различны в пользу увеличения ликвардшунтирующих структур у пациентов с патологией центральной нервной системы. В результате исследования мы получили достаточно высокое прогностическое значение индекса внутреннего диаметра черепа, коррегированного на площадь поверхности тела пациента. И при данном показателе более 200, мы имели худший прогноз раннего послеоперационного периода, который проявлялся в более длительном лечении в условии орид. Надо также отметить, что этот показатель применим нами впервые. Известно, что натриевертический пептид имеет тенденцию к повышению при нарушениях системной гемодинамики, но помимо этого также участвует в регулировании ликварообмена. С целью изучения влияния на развитие непосредственных осложнений у пациентов с нарушениями ликваропродукции и ликварооттока, мы сопоставили группы пациентов с нормальным и супранормальным значением данного маркера. В результате чего мы получили, что при плазменной концентрации натриевертического пептида более 130 пикограмм в миллилитре число нейроспецифических осложнений было значимо выше и составляло практически 88% при 43% у пациентов с нормальными показателями НУК. Также прогностическое значение в развитии неспецифических осложнений доказывает и достаточно большая площадь под рук кривой, которая стремится к единице. Кроме того, большое значение мы уделили оценке гормонального статуса пациентов ранних лет, а именно была изучена плазменная концентрация кортизола в сыворотке. Для пациентов с наличием экстракардиальной патологии уровень кортизола был значимо выше и составлял более 600 наномоль в миллилитре. Для этих пациентов число неспецифических осложнений также значимо увеличивалось по отношению к группе контроля. При концентрации сыворочного кортизола более 600 точно так же мы имели достаточно тесную прогностическую связь для развития ранних послеоперационных осложнений а также увеличения продолжительности стационарного лечения. Площадь под рук кривой составила 0,690, что являлась показателем достаточно тесной взаимосвязи. Сыворочная концентрация кортизола имела прогностическое значение в проведении продолжительной искусственной вентиляции легких и увеличении кардиотонического индекса в раннем послеоперационном периоде. Отдельное внимание заслуживает изучение эндокринного статуса именно на концентрации тиреоидных гормонов, известных влияния на системную гемодинамику и гомеостаз в целом. Сублатентный клинический гипотиреоз, не имеющий клинических проявлений, а именно снижение уровня Т3Т4 компенсаторного увеличения тиреотропного гормона, сопровождалось увеличением непосредственных осложнений и продолжительностью стационарного лечения. Учитывая полученные нами предикторы кардиохирургического риска, которых мы выявили 13, мы сопоставили их в единую систему, которую назвали системой экстракарт. Это система оценки экстракардиального риска хирургического лечения врожденного порока сердца. К каждому из представленных предикторов была присвоена бальная оценка, и для каждого пациента была рассчитана сумма баллов на основании наличия либо отсутствия какого-либо из факторов риска. В дальнейшем был применен однофакторный регрессионный анализ, в качестве независимого предиктора в котором выступала полученная нами сумма баллов. В результате данной работы мы получили, что сумма баллов более 5 является значимым предиктором развития, частого развития ранних послеоперационных осложнений при коррекции ВПС в возрасте от года до трех. На сегодняшний день эта система доступна с использованием любого браузера. И также полученные нами предикторы кардиохирургического риска позволили нам представить следующий алгоритм предоперационной подготовки пациентов с врожденным пороком сердца в сочетании с экстракардиальным заболеванием. А именно, при наличии патологии центральной нервной системы мы рекомендуем проводить дополнительную оценку ликвардинамических нарушений на основании нейросонографии, а также определение сыворочной концентрации натриоритического пептида. Для пациентов с патологией органов дыхания необходима дополнительная оценка дыхательного объема, а также микроциноза дыхательных путей. Патология мочеводелительной системы должна сопровождаться дополнительной сонографией органов забушенного пространства, оценкой скорости клубочковой фильтрации. Перситирующая форма УИ должна обязательно сопровождаться оценкой титра, антител к антриутромному инфицированию, а также генетическая патология, которая рассматривается как полисистемное заболевание, должна включать в себя оценку гормонального статуса с возможным проведением стимуляционных тестов. Выводы и практические рекомендации разрешите не зачитывать, так как они представлены в автореферате. Спасибо. Спасибо, Ксения Александровна. У нас есть время для вопросов. Членов ученого совета, кто хотел бы задать вопрос, пожалуйста, надеждаю. Спасибо, Ормин. Это очень интересно. У меня будет несколько вопросов. Если я правильно поняла, что все пациенты, которые вы обследовали, они, конечно, проходили определенную подготовку и шли с компенсированным состоянием, но тем не менее в раннем возле оперативного периода у них были осложнения. И правильно ли я поняла, что все-таки существует прямая взаимосвязь с исходным состоянием и с теми осложнениями, которые вы получили в раннем возле операционной периода? Это первый вопрос. Вы тогда ответите, не могу ли я? Спасибо большое за вопрос. Дело в том, что та категория пациентов, которыми мы занимаемся, именно пациенты в возрасте от года до трех, имеют свою характерную особенность. А именно, их компенсаторные приспособительные механизмы настолько развиты, что порой экстракардиальный субстрат имеет достаточно большую степень клинической компенсации и не имеет каких-либо фенотипических или клинических проявлений на момент госпитализации в стационар. Именно с этой целью мы привели ряд дополнительных диагностических мероприятий, которые позволяют выявить патологию на субклиническом уровне. И действительно, в дальнейшем наличие выявленной нами экстракардиальной патологии сопровождается наличием типоспецифических осложнений во всех наблюдаемых случаях. Тогда скажите, пожалуйста, о проявлении острой сердечно-недостаточности в ранней патологической патологии в этих пациентах тоже наблюдалось. Какая же моя связь к развитию почечной недостаточности тогда? Вот это вы как-то. Да, спасибо большое. Для всех пациентов с исходной патологией почек действительно развитие острой сердечной недостаточности встречалось чаще, так же, как и непосредственно развитие острой почечной недостаточности. В тех случаях, где мы говорим о недостаточности сердечной, эти пациенты имели комбинированную форму ВПС, которая имела право на наличие изначальной сердечной недостаточности раннего послеоперационного периода, но присоединившаяся вторично-почечная недостаточность, естественно, она усугубляла прогноз и не давало совершить своевременной компенсации, как это могло бы произойти у пациентов без наличия экстракардиального субстрата. Эта система внедрена в детских отделениях, которые занимаются проблемами в рожденных пороках сердца, а именно это наше отделение хирургии детей ранних лет, отделение неотложной хирургии детей раннего возраста, СВПС. Ну и в дальнейшем мы будем в наших планах дополнить эту систему дополнительными факторами риска со стороны как экстракардиального субстрата, так и непосредственного заболевания сердца. И в дальнейшем дать ей более широкое проявление. Спасибо. Какие еще вопросы есть у ученых, ученых советов, присутствующих? Пожалуйста, профессор Кушенев. Скажите, пожалуйста, у Вас в докладе подключалось, что есть какие-то оборуденные факторы, как с экстракардиальный потенциал. И по докладу стало понятно, что у каждого больного есть один фактор. Были больного, который был несколько, два-три случаев, как это сказывалось? Спасибо большое, Игорь Валерьевич. Действительно, такие пациенты были, и доля их была немалой. В основном это были пациенты с патологией генетической, хромосомными заболеваниями, которые исходно мы рассматривали как полисистемное поражение. Обычно это те пациенты, которые обязательно имеют и патологию центральной нервной системы в комплексном составе, и патологию других органов системы. Естественно, общий процент осложнений в данной категории пациентов значительно выше, чем... Спасибо. Еще есть вопросы? Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Существует очень много шкал, мы знаем, да? Сейчас пользуемся с кого-то, Аристотель и так далее. Ваша система оценочная, она позволит сделать что самое главное? Что у нас будет в руках тогда? Опыт вашего подразделения? Потому что европейские шкалы строились на анализе больших массивов данных. Спасибо большое, Миран Шатайевич. В моем понимании наша шкала позволит нам оценить компенсированные формы экстракардиального субстрата, потому что, если мы возьмем ту же самую шкалу Лакора ГАЕ, это те пациенты, которые имеют верифицированный диагноз, который определенно должен внести свой вклад в развитие ранних послеоперационных осложнений. Но мы ориентировались именно на нашу возрастную группу, когда зачастую компенсация не позволяет нам иметь пациента с клиническим диагнозом исходным. Поэтому, учитывая те состояния, которые манифестируют именно в данной возрастной категории, мы проводим ряд специфических исследований, которые позволяют выявить степень компенсации. Спасибо. Спасибо. Можно садиться. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется одному из научных руководителей, профессору, доктору медицинской наук Михаилу Анатольевичу Зиреникину. Спасибо. Спасибо. Глубоко уважаемый Амиран Шатаевич, глубоко уважаемые члены ученого совета, коллеги. Ну, вот, порядка 120 ежегодно проходит через наше отделение пациентов, вот, опять-таки с этой, так называемой, экстракардиальной сопутствующей патологией. Причем, знаете, нередко бывают такие ситуации, когда вот значение этой экстракардиальной патологии, которые, ну, в плане определения дальнейшей судьбы пациента, она даже более значима, чем значение нашего порога. У ребенка может быть дефект межпредсердной перегородки и тяжелая неврологическая патология. И вот, что делать с такими пациентами? В общем, их не очень любят в других центрах, а мы столкнулись с такой проблемой, что вот мы вроде рекомендуем там устранить сопутствующие патологии, а наши коллеги, других специалистов, говорят, да нет, вы сначала устраните вот врожденный порог, а мы потом будем заниматься. И, в общем-то, у нас накопился уже достаточно большой опыт и появились какие-то результаты, но не было системы. И вот то, что, собственно говоря, сделал Ксения Александровна, по сути дела, систематизировала, проанализировала этот материал. На мой взгляд, вообще, значение этой работы выходит за рамки отделений, детских отделений нашего центра. Наверное, в общем, результаты этой работы могут быть интересны тем центрам, которые вот только-только начинают работать. Их много открылось, и, видимо, тоже могут им помочь. Хотя я не уверен, я думаю, что все-таки, ну, мы ведущие учреждения, все равно к нам будут присылать. Но это, как говорится, уже вопрос вторичный. Но я бы хотел сказать, что чисто по человеческим свойствам, вы знаете, очень образованный, интеллигентный человек, очень эрудированный. На мой взгляд, вообще способна Ксения Александровна решать и более сложные задачи, которые далеко уходят за рамки, вот так скажем, кандидатской диссертации. Я очень надеюсь, что вот эти потенциальные возможности, они со временем реализуются. Ну и, конечно, очень прекрасный человек и товарищ. Так что я надеюсь, что вот вы по достоинству и объективно оцените эту работу. Спасибо. Спасибо, Михаил Анатольевич. Спасибо. Дальше к этому. Вам предоставляется слово для оглашения письменных отзывов на диссертацию. Ну, в нашем центре имеется отзыв. Отзыв, учреждение, в котором выполнена работа, то есть Новый Шипотцент серии сосудских хирургий имени Бакулева. Отзыв положительный. Положительно оценивается актуальность и очень подробно. Связь темы диссертации с планом научно-исследовательских работ. Диссертация является фрагментом целевой комплексной темы стратегической детерминанты лечения враждебных пороков сердца в раннем возрасте, которая включена в план научно-исследовательских работ, научно-исследовательских работ, научно-исследовательских рейсосудистых хирургий. Положительно оцениваются научные результаты, полученные автором. Сформированы группы риска развития ранних послеоперационных. Осложнение доказано участие. Также приведено научно-постановое роли натриоэртического пептида в регуляции патологической ликвидной динамики доказано значение уровня кортикостеронной МИИ в прогнозировании ранних послеоперационных. Осложнение обозначены. Предиктор хирургического лечения структурировано в электронную систему предоперационной стратификации хирургического риска. Токмаков принимал непосредственное участие в предоперационном обследовании и послеоперационном лечении пациентов. Самоцветно были разработаны гипотезы, дизайн исследований, подробно изучена современная литература по проблеме, собран достаточно большой и единственный в нашей стране клинический материал. Проведено обобщение, тщательный анализ полученных результатов, сформулированы выводы и даны важные практические рекомендации. Настоящий следует объединившийся наблюдением с 20 пациентами ранних лет с рожжимым пороком сердца в соответствии с экстракардиальной патологией является беспрецедентным по своему объему. Впервые она позволена выводить гуморальный предиктор развития постеперационного осложнения со стороны органов системы. Та же фактор, влияющая на их различия. Приведено сведения о внедрении. Основное научное положение сформулированное в диссертации используется по седневной практике отделения хирургического лечения больных с рожжимым пороком сердца, отдела анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии. Рекомендуется клиническую практику в многих других кардиохирургических и кардиологических центрах. Результаты отражены в периодической печати очень полно. Девять статей в центральных журналах, рекомендованных у вас всего 16 научных работ. И заключение, что диссертационная работа представляет собой законченный уж коллекционный труд, в котором на основании выполненного автором исследований сформулировано научное обоснование решения актуальной проблемы к областному подходу к лечению пациента с сочетанием врожденного порока сердца с сопутствующим заболеванием. Имеет существенное значение для сердечно-сосудистой хирургии. В заключении принято на объединенной конференции отделений в которых наблюдались все эти больные, присутствовали сотрудники отделения в количестве 27 человек, все за. Кроме того, представлен отзыв ведущей организации из Института клинической кардиологии имени Мясникова Российской кардиологической производственного комплекса. Отзыв был обсужден и одобрен на конференции сотрудников Института клинической кардиологии имени Мясникова и подписан ведущим научным сотрудником отдела проблем от расклероза этого института доктором медноук-профессором Наумовым. Отзыв положительный. Подробно и положительно характеризуется актуальность темы исследования, научная новизна, практическая значимость, также дана оценка по диссертации положительной без замечаний по главам. Даны пути практического внедрения работы и заключает, что диссертация является научной, законченной научно-куляционной работой, в которой на основании выполненных автором исследований сформулировано и клинически обосновано решение важной научной проблемы, определение и обоснование системы мероприятий, способных ограничить частоту ранних послеоперационных осложнений после коррекции враждебных пороков сердца в условиях искусственного кровообращения у детей, имеющих существенное значение для среди сосудистой хирургии. Диссертационная работа соответствует всем положениям ВАГ и автор, достойный присущения ученой степени кандидата медициного по специальности кардиология. Кроме того, поступил отзыв на автореферат из Волгоградского государства медицинского университета кафедра детских болезней патриотического факультета от заслуженного врача Аэров, доктора медицинских наук, профессора Волчанского. Отзыв положительный, без замечаний. Рекомендуется с положительным решением по защите. И еще один отзыв. От доктора медицинских наук, руководитель перинатального кардиологического центра городской клинической больницы номер 67 имени Ворохова, Бакерик и Екатерины Леонидовны, также положительный. И последний отзыв. Также положительный, без замечаний. От Мафсисяна, доктор медицинского профессора, заведующего отделением кардиохирургии детской городской больницы номер один, Санкт-Петербурга. Спасибо. Так как нет замечаний, я хочу предоставить слово Елене Николаевне Сергеевне, профессор, доктор медицинских наук, руководитель кардиологического отделения, научного центра здоровья детей Российской академии мед. Продрешите еще раз вас приветствовать. Уж так получилось, что сегодня мне доверенно выступит дважды. Уважаемые коллеги, вы знаете, я думаю, что Ватамиран Шатаевич, он не оговорился, когда представлял нам эту диссертацию как докторскую. Потому что на самом деле работа очень хорошая. И здесь чуть-чуть-чуть надо доработать, и будет докторская. Потому что, безусловно, актуальность этой проблемы, она даже не оспаривается. И я вот представляю здесь когорту педиатров, могу сказать однозначно. В педиатрии вообще очень настороженное отношение у всех педиатров к пациентам с проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы. Если имеется сочетанная патология, которая включает в себя врожденный порог сердца, практически к ним боятся подступиться педиатры. И вот эту сочетанную патологию, они стараются как бы никаким образом на нее не воздействовать до тех пор, пока не будут отрегулированы все гемодинамические нарушения. Потому что, например, если этот вопрос касается поражения центральной нервной системы, там очень большой объем именно лечебных мероприятий включает в себя реабилитация. Реабилитация – это и плавание, это лечебная физкультура, это массаж. А сами понимаете, что нарушение гемодинамики, оно при этом очень здорово ограничивает все эти воздействия, а иногда оно просто и не показано в той или иной ситуации. То же самое касается и проблем, например, с гидронефрозом. Я просто сама непосредственно была участником решения этих вопросов несколько раз, учитывая, что у нас институт, в котором представлена вся педиатрическая служба. И как урологи, анестезиологи наши, да не только в нашей больнице, с тревогой и волнением решаются на проведение оперативного вмешательства, потому что для анестезиологов, не готовых работать с такой гемодинамикой, это очень большая проблема. И, наверное, это и правильно, я их нерешительность, честно говоря, уважаю. Потому что, в общем-то, здесь действительно нужно иметь умение руководить гемодинамикой в процессе такого оперативного вмешательства. Поэтому, безусловно, позиция очень многих и хирургов, и педиатров заключается в том, что мы приступим к своей работе только после того, как будет закрыта проблема врожденного порока сердца. И здесь я, безусловно, приношу огромную благодарность Михаилу Анатольевичу, в первую очередь, именно благодаря тому, что вот есть такая решительность и есть такое решение брать этих пациентов на операцию, зная, в обязательном порядке, зная, что операция будет проходить тяжело и осложнения очень высоко вероятны. Потому что, как мы знаем, любое хроническое заболевание можно стабилизировать состояние, но компенсировать мы можем только при радикальных каких-то мерах. Поэтому, безусловно, вот те осложнения, которые мы видим, и они представлены значительно в большей части, чем у детей без сопутствующей патологии, они вполне оправданы. Главное, как вот результат этой работы, высвечивается алгоритм действий в той или иной ситуации и алгоритм возможных осложнений, которым надо быть готовым тем врачам, которые работают с данным контингентом больных. Поэтому, безусловно, работа очень интересна и очень важна. И она соответствует всем требованиям ВАГ необходимым. Она вполне построена, вот я пропустила, извините, пожалуйста, фразу эту обязательно произнесу, что она построена в принятом академическом порядке и требования соблюдены по оформлению кандидатской диссертации. И, конечно же, она отвечает всем требованиям ВАГ. Как Ксения Александровна соответствует требованиям, предъявляемым кандидатским диссертациям. И, соответственно, Ксения Александровна достойна присуждения степени кандидата медицинских наук. Извините за краткость, просто все немножко устали. Спасибо, Елена Николаевна, за четкость и краткость. Ксения Александровна, вам слово для ответа, хотя принципиальных замечаний не было. Я хочу выразить глубокую благодарность и признательность профессору Елене Николаевне Басаргиной за время, уделенное моей диссертационной работе, а также ее высокую оценку. Спасибо. Спасибо. Слово представляется доктором медицинских наук Татьяна Олеговна Страханцева, старшему научному сотруднику отделения хирургии врожденных пороков и старшего возраста, научного центра социальной хирургии. Пожалуйста, Татьяна Олеговна. Глубоко уважаемый Аберан Шатаевич, члена ученого совета, я не побоюсь повторить слова Елены Николаевны, предыдущего оппонента, об актуальности работы. Дело в том, что речь идет в работе о таком сложном контингенте маленьких детей, которым не повезло, и они родились одновременно с несколькими несчастьями. И всегда стоит у нас вопрос, что же коррегировать изначально, сопутствующую патологию или сердечно-сосудистую патологию, особенно если речь идет о сложных врожденных пороках сердца. И здесь очень надо найти такую грань, когда надо, леча сопутствующую патологию, не запустить сердечно-сосудистую, сделать вовремя нашу операцию и наоборот. Поэтому, особенно в условиях, возможно, новых финансовых условий, в которых мы будем работать, эта работа становится еще более актуальной. Работа написана в классическом стиле, она хороший летобзор, много источников литературных, хорошо иллюстрирована, очень большой материал, который действительно очень сложно правильно систематизировать. И результатом работы является разработка алгоритма, который, возможно, позволит более четко подходить к лечению таких пациентов и правильно взвесить риски хирургических операций, на которые мы идем. Поэтому, я думаю, что работа Ксении Александровны, она оформлена в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются к оформлению и работе кандидатских диссертаций. Она, без всякого сомнения, заслуживает прислонения ей степени кандидата медицинских наук. Спасибо. Спасибо, Татьяна Олеговна. Ксения Александровна, Вам слово для ответа. Я хочу выразить чрезмерную благодарность Татьяне Олеговне Астраханцевой за большой труд, проделанный по прочтению моей диссертационной работы, а также оценку. Спасибо. Спасибо. Уважаемый член ученого совета, присутствующий, мы приступаем к дискуссии. И кто из членов ученого совета хотел бы поделиться своим мнением? Дежда Олеговна, Сокольская, пожалуйста. Доктор Минцинский, профессор. Глубоко уважаемый Амиран Шатавич, глубоко уважаемые члены ученого совета. Я хотела бы тоже подчеркнуть актуальность этой работы. Во-первых, 30% этих маленьких детей имеет экстракардиальную патологию. Это огромная цифра. И, конечно, от того, в каком объеме они будут обследованы и будут подготовлены к сложной кардиохирургической операции, зависит успех и исход всего лечения этих пациентов. Работа мне еще очень близка тем, что здесь не просто констатация факта, что есть такие-то заболевания, есть такое-то сочетание этих болезней, а еще и предикторное прогнозирование течения раннего и послеоперационного периода. Это очень важный момент этой работы. И интересно то, что она не только в научном плане, конечно, актуальна, но еще и большое практическое значение. Потому что сейчас у нас и анестезиолог, и реаниматолог должен четко представлять, какого пациента он будет принимать, что этот ребенок идет с таким-то фактором риска развития либо легочных каких-то осложнений, либо с одной стороны функций почек и так далее. И поэтому я считаю, что работа очень актуальна, очень важна, и я считаю, что она полностью соответствует всем требованиям для кандидатской диссертации, а сам диссертант заслуживает звания и кандидата медицинских наук. Спасибо. Спасибо. Надежда Олеговна. Кто бы еще хотел выступить не у членов учебного совета? Пожалуйста, Ильгрий Валерьевич Кашинев, доктор медного профессора. Пожалуйста. Вы, уважаемый председатель, вы, уважаемый членов учебного совета, диссертант, я тоже хочу присоединиться к восторженным оценкам официальных и неофициальных оппонентов и не буду останавливаться на несомненной научной новизне, но хочу подчеркнуть, что даже из представленного нам доклада видно, что диссертант очень хорошо владеет имеющимся материалом, очень эрудирован и очень хорошо владеет сильным методами статистики, которые представлены в данном докладе, что достаточно редко встречается сейчас в настоящее время. Я хочу полностью поддержать эту работу. Единственное, что меня немножко не то что смутило, а как хирурга вызывает еще вопросы в том, что диссертант предложил определенный алгоритм. Это очень хорошо, хороший алгоритм, но нет как бы дальнейшего развития этой проблемы. То есть вы получили больного с какой-то экстракардиальной патологией, вы провели диагностику, вы определили степень выраженности этой патологии. Но что делать дальше? Это то, что в продолжении мысли Михаила Анатольевича, когда он вас характеризовал, не очень понятно, что делать дальше после проведения вашей диагностики. То есть выписывать его на долечивание, например, к Елену Николаевне, долечивать его в институте, или же проводить, несмотря на эту высокую степень, хирургическую коррекцию, зная, что будет высокий риск осложнений. Поэтому немножко остался такой вопрос, еще не до конца выяснено. Может быть, это в диссертации есть, или же это является целью дальнейших исследований. А так, диссертация очень хорошая, и я хотел бы попросить учебный совет поддержать эту диссертацию в плане защиты. Спасибо, Игорь Валерьевич, спасибо за интересный комментарий и пожелания. Кто еще бы хотел выступить из присутствующих? Если нет, то тогда, Ксения Александровна, вам заключительное слово. Пожалуйста. Я бы хотела поблагодарить научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева во главе с его директором Леонидом Чембакери за предоставленную возможность пройти полноценное обучение, а также выполнено диссертационное исследование с последующей защитой в диссертационном совете на базе центра. Также хочу выразить глубокую благодарность своим научным руководителям профессору Зельникину Михаилу Анатольевичу и профессору Шведунову Валентине Николаевне за предоставленную мне чрезмерно интересную тему и возможности ее реализации. Также хочу отдельно выразить благодарность Купышеву Алексею Анатольевичу за идеи на и вдохновение. Спасибо. Спасибо вам большое. Вопрос передаюсь на тайное голосование. Мы должны выбрать счетную комиссию. Предлагается Елена Зеликовна Голухова, профессор и корреспондент Российской Академии наук и Ростовский Михаил Борисович, профессор доктора медицинских наук и Сокольская Надежда Олеговна, профессор доктора медицинских наук. Давайте проголосуем за эту комиссию. Кто за? Воздержались? Против? Нет, единогласно. Комиссия приступит к подсчету голосов. Продолжение следует... Ящик. Это накапливание. Что-нибудь сдает. Здравствуйте. Привет, привет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...